Всем доброе утро! А, иду! Идём завтракать! Иду с Ноутом, потому что там только интернет очень хорошо грузит видео. И я ношусь с ним, как моська. Моська! Иду! Сейчас позавтракаем, и мы на море. Сегодня как-то солнышко за тучками. Но это хорошо, потому что вчера прям все красные дорвались до берега, до моря, до солнца. Я маслом облилась, и вся загорала. И мои идут, я не одна иду на завтрак. Ника идёт стройным шагом. Но она уже в номере съела круассан, выпросила. Андрюха! Сонные ещё такие залепуши! У тебя сумка расстегнула? Я только что расстегнула. Музычка играет. Доброе утро! Доброе утро! Дина! Давайте мне гречку с сосиской. И каша, сосиска или яйцо? Сосиска, гречка. А, мне кашу давайте. А Ники? Кашу вам с чем? С сосиской. Так. Давайте ещё одну кашу с сосиской. А ты выбрал гречку с сосиской, да? Угу. Смотрите, как он профессионально уже ездит. Доброе утро! Вам масло 4? Нет, давайте 2. Ой, что это такое? Творожная запеканка, да? Круто, да. Конечно, бери. Бери самое вкусное. С вишней, да? Нет, это весело. Ничего себе! Наше масло. Это мой. А это вероники. А что, выбирайте самые большие? Да, хорошо. Я так смотрю, они не подряд просто. А ты себе что, не берёшь? Да? Они же все одинаковые, да? Одинаковые, да. Просто самые большие, самые вкусные. Что? Ты там будешь сидеть? Да, я не могу. Что? Мальчиков сидит. А ваше вот такое. Да, тут подносы специально для мальчиков или девочек. А, тут просто со сметаной есть? А, нет, все одинаковые. Я взял бекотты и взял 4 пакетика чая, 2 апельсиновых и 1 обычный. А где вы сидите? Я уже не могу так держать. Дети чай себе сами наливают. Самое обслуживание, правильно. Только горячий чайник надо аккуратно. Ой, слушайте, как хорошо. Кто-то всё это сделал для меня. Чего не надо там париться? Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Девочками, да. Садись, девочка, девочка. Сначала у нас девочка. Да, да. А такое? Не. Так, ты что, вообще ничего не будешь? Так мне честно. Это. Сосисочку, да? Тогда я тебе съеду. Всё, хорошо. Можно мне вот это? Нет. Маль. Так, только не кричите, мы тут не одни. Всё твоё. Бери вилочку. Приятного аппетита. Аппетиташка. Слушай, я... Чай. Что дать? Что дать? На дай. Что тебе дать? Мультики? Вот это? Что давать? Чай. Чай будешь? А, нам хочется, мама, Катя... Пакетик, да? Да. Андрюша, дай Нике пакетик. А что, у вас два чая и три чашки чая? Три чашки? Четыре. Четыре. Внимательно. Я два пакетика чая вижу. А вот это что? Ну, у тебя второй. А у Ники что? Ты оттуда достал уже, Ники. Нет? Это Андрюша, да? Короче, ладно. У меня кофе, меня цены варить. А вы что хотите, то и пейте. Ника сама заваривает себе здесь чай. И пьёт чефир потом, пока съедает. Мы поели. Спасибо огромное. Было очень вкусно. Дети наши где-то... О, солнце, смотри уже. Нам надо пойти в машину, взять рюкзак с надувкой. И уже вышло солнышко, можно идти загорать. У меня цель загореть за пять дней. Но это масло, кстати, гарнир, оно обалденное. Для тех, кто хочет быстро и красиво загореть, супер просто. Вадим купил градусник вчера, меряйте температуру воды. И только шо показывает, смотрите на него. Он, короче, пришёл в магазин, говорит, «Мне градусник я покупал у вас в прошлом году». Рассчитался там через терминал. И потом ему выносят этот градусник. У нас будет ещё один сувенир. А он называется термометр на липучках. Я говорю, так клей прям к себе. Термометр раконный, липучка. Ну, приклей прям к себе. Или к руке, слушай. Человек-градусник. Так приклеишь так руку, опускаешь в воду. Он померяет правильную температуру воды? Не знаю, думаю, померяет. Так надо открывать. Ну, до минус 50, в принципе. Ну, давай открывать, экспериментировать. Шо? Привезёшь распечатанный сувенир, подумаешь. Да, нет, это должен быть некрасиво. Ну, давай сами тогда запечатаем. Бантик привяжем. Зачем нам это упаковывать? Не содержит ртути. О, видишь, тем более. Не будешь засорять средовощь. Сувенир. Я сижу, видео тут загружаю. Сувенир, градусник, окопный. С моря причём, понимаете, вообще. Мы попиваем сидр, лимонад и строим бассейн. Андрюх, ты что строишь? Смотри, медуза приплыла. Видишь, не было столько всего. А, да, значит, я поэтому не видела. Андрюха, тут все ходят и валят в этот, в свою стену. Ника стоит, чупа-чуп сосёт и на медузу смотришь. Вот и себе смотри. Нет? Нельзя трогать её. Не надо. Не надо. Хочу вам показать, какой наплыв людей. Бархатный сезон. Кирилловки. Очень много людей. На самом деле, нисколько не меньше. Все пляжи завалены людьми. Сейчас около 11 часов. Видите? Всё побережье. Занято. Мы сидим вот здесь внизу. Никогда не прыгай так. Хорошо, как раз у спуска с лестницы. Я прилетела. Мы уже взяли еду. Борщ. Это какой-то супчик? Бребной суп с колбаской. О, компотик. О, булгурчик с мясом. Это опять маринованные какие-то овощи. И фрукты сегодня. Вау. Ника, а кушать кто будет? А что ты не взял перчик? Ну, хочешь поменять? Я тут гуляю по территории, пока Дима пошёл машину на парковку ставить. Вот она, парковка охраняемая. Это за забором. И когда мы заселялись, нам показывали вот это вот место. Здесь сейчас футбольное поле, видите? Тут будет в следующем году большой бассейн с территорией для отдыха, с лежаками. Поэтому очень будет интересно в следующем году или я, или кто-то из вас, кто поедет, жду от вас фото и видео отчёт. Мне очень интересно, как это будет выглядеть. Потому что, смотрите, вот тут корпуса стоят. И, получается, они будут выходить окнами на бассейн. Я уверена, что из верхних этажей видно море. Мы живём на втором, на третьем. На каком этаже живём? На третьем, получается, этаже мы живём. И нам море, к сожалению, не видно. У нас вот туда окна выходят на детскую площадку. В верхних этажах сто процентов видно море. И вот в этих вот номерах, и в этих даже будет виден бассейн. Очень жаль, конечно, что мы в этом году не застали. Но всё равно новость приятная. И, знаете, классно, что делают. И всё это меняют, и обновляют. Вот, в общем, круто. Вот в этом месте. Какого я встретил? Неужели Джулия Лайф? Что, хочешь сфоткаться? Хочу с вами поздравиться. Что, тоже сфоткаться хочешь? Можно с вами поздороваться? Да идите уже, надоели эти фанаты. Господи, сколько можно? Ты слышишь, что я тебе говорю? На этом месте будет бассейн в следующем году. О, круто. Да. Вот тут будут лежаки, будет зона отдыха. И знаешь, чем классно? Из этих окон получается, будет вид на бассейн. Красивая голубая водичка. Скажи. Обалденно. Да. Вот так вот. Пошли бильярд посмотрим. А где наши дети? Сейчас в нём на город он закрыт. А, а наши дети с котятками всё носятся. Тут маленькие котятки. Их тут кормят тоже, за ними смотрят. Молодцы, что не дают им голодать и ухаживают за ними. Это тоже большой, большой плюс. Вот тут такие красивые кусты, розы. Территория, конечно, вообще обалденная. Ну, пошли хоть на детскую площадку, зайдём, анимацию там посмотрим. С двух до шести, кстати, детей можно оставить. Давай их поведём, оставим. Давай. Это куда вести? Фу, вот комнатка где-то в детской площадке. Я этим шансом вообще очень хочу воспользоваться. Я не знаю, где ключи. Кстати, я не знаю, где ключи. Сейчас мы вам покажем очень красивую одну штучку. Туда надо было идти? Пошли сюда. Пошли. И может по дороге, Андрюшка, знаешь, у нас есть шанс встретить белого котика. Может он где-то здесь бегает гулять. Вот она. Детская анимация. Тут есть аниматоры, которым можно оставить детей. Точно так же, как в Турции, в Египте есть детские комнаты. Можно оставить деток, и с ними будут заниматься. Вставляете телефончик, и вас наберут. Андрей! Смотри она! Мы как-то Андрея оставили аниматором в Египте. Он обрисовал им все столы фломастером. А они сидели, смотрели мультики. Им там, знаете, всё равно. Посмотрим, как здесь занимаются с детками. Ты писать хочешь? Нет. Ну, это хорошо. Идём. Сюда она. Где Андрей? Её возьмут только с братиком. Потому что здесь от пяти лет берут деток. Андрей! Детские комнаты. С двух до шести. Понедельник, пятница. С двух до шести. Суббота, воскресенье. С трёх до пяти. Вот сейчас пойдём посмотрим. А можно мы вам девочку маленькую оставим? Сколько лет? Три года, но сейчас братик придёт, девятилетний. Да, и телефон мой запишите на всякий случай. Я здесь буду на территории. Мы походим, погуляем немножко. Если вдруг что, потому что мы первый раз оставляем. Наберёте нас. Ника, смотри, как тут красиво. К деткам, давай, ближе к деткам. Классно, слушайте, такие молодые девочки. Такие молодцы. Занимаются, лепят с ними, рисуют карандашами. В общем, знаете, именно играются с ними. Вот так как дети, знаете, с детьми. Это мне очень нравится. Андрей пропал. Нам нужно оставить Андрея, потому что Ники три годика. И надо, чтобы с ней кто-то был. Ещё старший брат. Андрюха куда-то побежал. Может, к морю? Пойду его поищу. Чуть меня не убили. Ну-ка, давайте. Ударяешь один раз? О, не в окно. Не так. Не так. Сейчас папа тебе покажет, как играть. Ты тоже так играешь мощно? Да? Прям вообще мощно. Пей, 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 пей. Пей, пей пей. Пей, пей. Не там, брат. Не, не, а! Не там пей. И он себе нравится. Поехали. Поехали. Молодцы. Смотрите, есть теннисные ракетки, кубики, кольца, скакалки, вообще все что угодно. И Нишка нас там пишет, рисует. Ты лепишь пластилины? Да. Молодец. 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 Играй, ты играй. А ты видела, сколько тут карандашиков? Видела? Да. Ну-ка, выбери, каким ты хочешь рисовать. Какой ты хочешь? Эти. Вот эти? Бери. Хорошо. Рисуй. Я пойду погуляю. Останешься с девочками, хорошо? Да. Ну и все, пока. Пока. Только себя не рисуй, хорошо? Да. 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 И ты можешь вот так подачу взять. О, Андрюха, понял? Дай я подачу. Так и так. Дай я подачу. Все, молодец. Ну, пошли. Дай я подачу. Все, удачи. Андрюха. Дай я подачу. Детки тут развиваются и заходят. А дальше там что, Дима? Смотри, видеоигры, три детства, с хай-фай, со стереоэффектом. Будешь что говорить? Спросил они потом. Девочки, а там у вас в том зале что? Бильярд. Бильярд. Бильярд он закрыт. Бильярд он закрыт. Кстати, тут написано, время работы детской комнаты с двух до шести, Дима. На субботу вот это вот тут. Среда, смотрите, утренняя зарядка. Акваэробика есть у бассейна? Что будет? Да, акваэробика у бассейна. Представляешь, с 10-30 до 11-30. Нужно будет обязательно сходить. Игровая комната вот эта. И вечерние мероприятия с 7 до 8. Это именно там, возле столовки, куда мы ходим. Вот, видите, курение запрещено везде. Никто не сидит тут, не коптит. У каждого есть свой балкон, в крайнем случае. Охрана. А если у вас что-то случилось, смотрите, вы можете позвонить в охрану. Сказать, охрана, отмена. Ой, какая девочка. Как это она-то закорила. Может, она знает кисьмасло, может, это... Ладно. Уважаемый гость, в целях безопасности приготовления пищи в номерах... Мультиварок запрещено. Тоже считаю правильно. Чего париться с этими мультиварками, когда можно просто пойти поесть в столовую, подарить себе отдых, пусть даже на этих 5 дней. Просто сесть, поесть и уйти. Господи. Что мне делать? Детей нету. Все. Мы гуляем. На территории стоят беседочки, лавочки. Смотрите, сколько мусорника. Я, конечно, вообще, ребята, честно... Вот кто-то мне в комментариях написал, лучше отдохнуть один раз в Турции, чем два раза в Кирилловке. Мы приехали, мы были 12 дней. Насколько Ника хотела опять на море, вы себе не представляете. А вы про что говорите? Говорят, мне в комментариях написали, лучше один раз отдохнуть в Турции, допустим, там 7 дней, чем два раза в Кирилловке. Вот мы обсуждаем этот вопрос. Ты как думаешь? Лучше раз на 7 дней? Ну, в принципе, мне кажется, лучше один раз приехать на Мерседесе, чем весь год на Запорожье. То же самое. А весь год ходить, да? А, то есть раз на Запорожье, остальное время... Раз на Мерседесе. В троллейбус сюда ездить. Вот. Ну, это вот сопоставимо, мне кажется, то же самое. Я бы лучше весь год ездил бы на Запорожье, чем один день приехал сюда на Мерседесе. Вот, и я тоже, да. А то мы подумали, ты наоборот. Мне тоже кажется, лучше ездить. Знаешь, говорят, в тесноте да не в обиде. Лучше ездить, чем ходить. Медленно, но уверенно. О, точно. Да. Мне интересно, я хочу кофе попить в этом месте, возле моря. Есть там кофе? Ты меня кофе угостишь? Конечно. Угостишь коты или не угостишь? Конечно. А что это тут такое? А, ребята, это мангальная зона. У-ху-ху! Смотрите, тут стоят мангалы, есть беседки, столы. Можно себе сесть. Это кизил тут растет, наверное. Столики, беседка. Смотрите, как все удобно. Высокие стульчики. Крутится? Ты что, прикалываешься? Она не крутит. Ты что, снимаешь меня, да, как я пробую? Нет. Классно, кстати. Я хотела спросить, где тут мангальная зона. Все, а надо спросить за шампура. Потому что мы же не брали с собой шампура. Хотя ехали машиной и могли взять. И устроить себе тут, смотри. Пикник, да? Ну да. Вообще круто. Когда будем пикник делать? Можем еще не сделать, кстати, пикник. Ну, надо выйти, чтобы трансляцию сделать. Вот отсюда можно прямо делать. Ну, как бы, в принципе, можно. Но надо и прогуляться по набережной. Вот любитель набережных. Мы можем прогуляться и вернуться. Здесь есть бар на территории. У моря. Сейчас просим кофе есть или нет. Здравствуйте. А можно у вас кофе выпить? Американную эспрессо. Латте. Нету. Американо с молоком? Со сливками. Со сливками, да. А по чем цена? Со сливками 18. Не американо тогда со сливками. Отъедим. Есть кофе? Выбирает, что ему выпить. Меринду выбрал? Все. А я кофеечек. Да, сейчас нам сделает. Мы пойдем там сядем, да? Посидим. Какой штатив у Вадима серьезный. Вот это подход блогерский. Давайте все его соберем и покажем, как он работает. Но все равно. Это тоже второй. Первый раз я приехал в Кириллов в июне. У меня там вел трансляцию с камней, наверное, в море. Меня пару раз побрызнул. Вроде он еще работал, но когда я уезжал, последний день, пройдет трансляцию, у меня он умер. Берем кофе. Тем более он есть где-то с коробкой по килограммам. Сейчас я покажу, как он работает. Это вообще... Сейчас нам пошли стопы вытирать. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот это все. Вот это мы понимаем. Чик, чик, чик. Все. Тут пыль надувает, наверное, песок постоянно ветром. Спасибо вам. Смотрите, столичек себе. Садитесь и любуетесь. На море. На камне особенность Казахского моря. Да, все стоит пешком. Там далеко. Или там переказ? Нет, переказ, да. А ты говорил, у нас глубже, чем на горючем. А, где-то на степке вчера люди стояли. А я так говорил, не, смотри, не о том, что это, надо глубже. Эти тоже далеко стоят, как-то. Хорошо, тут прямо на территории. Можете пойти себе выпить кофейку. Посидеть. Удавна. Вот наша Sony, да, вроде как классная штука, что камера Sony. Но к ней только один стабилизатор. Стоит это 250 долларов или 300, ну ужас. И чисто для Sony. Туда телефон не всунешь. Больше ничего не всунешь, кроме Sony. Так а зачем? Тут хороший стабилизатор внутри, в камере. Нет, ну... Еще хочется лучше? Ты... Ну, ты видела ролик на стабилизатор, который снят? Ну, видела. Там как вот плавно, как вы нашли, плавненько-плавненько. Единственное, что такие дребезжания, ну не дребезжания, а такие вот вверх-вниз, когда тут по шагам. Ну, если ходить не умеешь, шаги видны. Он тоже мне стабилизатор, шаги видны. А что он так шатается, болтается, свободно? Типа не он не... Я же еще не включил. Расстроился. Стабилизатор, смотри. Денис? Ну, вообще интересная очень штука. Все, включаем. Включили. Зафиксировался. Да. Включаем камеру. Сказал, Гюля попала в кадр. Да. Слушай, такой классный кадр на фоне стены этой, черной. Да. Вернее, не черная, а кирпичная. Слушай, и что будет происходить? Ну, все. Потряси его там, поболтай. Попротив, ну, вернее, лучше вверх-вниз, право-влево. Вот так. Что он сделал? Там для инстаграма. Я нажала кнопочку эту, да, просто рукой? Надо ниже держать. Возможно, ты ей так хреганула, что он решил лучше для инстаграма сделаешь. Слушай. И видишь, как он плавно все это делает? Да. Ну, так попробуй, что вот так. Ну, так я же попробовала. Да ты так вертишь, я сейчас его упущу. Опять придется. Так он на это и рассчитан. Ну, плавно еще делает. И при ходьбе он прям, потому что... А кадр не плывет? Нет, не плывет. Он тебя по трём осям сразу крепит. Стабилизирует. Ну, прикольно. Ну, слушай, вообще. Классная штука. Игрушка, слушай, да? Да. Давай, посмотрю, покажу, что ты наснимала. Давай. Слушай. Реактор, короче, да? У меня прикол? У Вадима там мегазарядка. Дима говорит, ты чё, как ядерный реактор хочешь? Да, слушай. Да, слушай. Всё у него есть. И стабилизатор, и куча зарядок разных. Вот, значит, блогер укомплектован. А ваш блогер не укомплектован. У тебя два пауэрбанка. Что это такое? Это два пауэрбанка. Что ты жалуешься? Ну, действительно, тут зима возмущается. Тебе два пауэрбанка купила, а ты жалуешься. А стабилизатор ты мне купил? У тебя в камере оптический стабилизатор. И плюс этот. Ещё программный стоит, наверное. Мне надо для телефона стабилизатор. Поменяем телефон. Детки в бассейне купаются. Классно. Водичка нагрелась, наверное, в бассейне. Тёпленькая сейчас. Одно удовольствие. О, аквапарк виднеется в открытом море. Аквапарк в открытом море, да. Я там был, кстати. Ты там был, кстати, да. На Вадима канале можете посмотреть. У него там много просмотров. Как он с Андреем. Это у Вадима сына зовут тоже Андрей, а дочь Вика. Вика, да. А у нас Ника и тоже Андрей. Представляешь? Вот так вот. Так у него трое детей. А у нас двое, слава богу. Ещё есть Денис. Представляешь? Хочешь день третьего, ребята? Что, ты хочешь на пляж идти? Я хочу просто посмотреть, сколько людей на пляже. Ну, вот вам вечерний пляж. Смотрите, сколько людей в море, сколько людей на пляже. Сейчас покажу вам. Сейчас 17.34. И сколько людей. Настоящий аншлаг. Бархатный сезон в Кирилловке. Море тёплое. Вечера, утро и дни жаркие. Поэтому можно с удовольствием отдохнуть. И самое приятное то, что, конечно, цены меняются. Примерно с 25 августа цены все падают очень на жильё, на всякие развлечения. Поэтому нужно пользоваться моментом, ребята. Приезжайте, отдыхайте, берите пример. Ребята, вот. О, сколько там людей, там ещё больше. Были водоросли буквально вчера, а сегодня уже их нет. Медузок только единицы. Что? Смотри. Обрывы, видишь, подкашивали. Да, подкашивали. И вот лентой проедили. Да, да, да. Чтобы люди там не отдыхали. Такого не было в июле, вроде бы, и в июне не было. Не было. Это мне кто-то в комментариях написал, что обрывы подровняют. Действительно, это сделано, наверное, специально, чтобы не было оползней. Ну, были ж оползни, да? Да. Да, да. И поэтому... Ну, вот пример. Вот видите, оползень. Обвалилась стена буквально возле этого ларька, мороженое. Да. Прикинь, может, поснимать. Какой страхи есть. Да. Поставили ленту для того, чтобы люди там не стояли. С камерами было 4 часа, чтобы они там стояли. Ну, конечно, да. Продолжение следует... Продолжение следует...